Дорогие друзья, мы продолжаем лекционную программу 7-го Московского фестиваля науки. У нас очень интересные лекции продолжаются, и следующую лекцию прочитает Татьяна Владимировна Черниговская. Татьяна Владимировна, до сих пор перед вами выступали выпускники Московского университета, все три лекции. Татьяна Владимировна, выпускница нашего дружественного Санкт-Петербургского университета, и она в этом университете работает, заведует там лабораторией когнитивных исследований. Вы знаете, когнитивные исследования, это такой вот сейчас модный термин, связан с тем, как работает наше сознание. И, в частности, в Национальном исследовательском центре Курчатовский институт создана лаборатория когнитивных исследований, где Татьяна Владимировна тоже играет ведущую роль. Татьяна Владимировна действительно член Академии наук Норвегии. Вот в недавно образованном новом составе Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации Татьяна Владимировна состоит. И вообще она занимает активную жизненную позицию, и у нее очень интересные научные исследования, о которых она сегодня расскажет, научные исследования в области нейронных сетей, в области сознания, как это все устроено. И ее сегодняшняя лекция называется «Нить ариадный или пирожный мадлен. Нейронная сеть и сознание». Татьяна Владимировна Черниговская. Спасибо вам большое за приглашение здесь выступить. Это честь большая. Моя лекция такова, что мы перескакиваем в некотором смысле в такой макромир, что ли. И вообще это такая опасная территория, потому что, занимаясь мозгом, сознанием и языком, я знаю, что на этой территории очень много профанации, всяких жуликов и безумцев, потому что все знают, что такое сознание, только наука этого не знает. Ну, в общем, попробуем. Вот на этой картинке изображен маленький Марсель Пруст, а также пирожный мадлен, а также нейрон рядом с ними, а внизу еще вот такой вот романтический пейзаж. Это уголок Комбре, где Марсель Пруст провел свое детство. Я к чему это все клоню? К тому, что некоторое время назад я перечитала книгу, которую читала сколько-то лет назад, а потом про нее забыла. Она очень интересно называется, американская книга. Она называется «Пруст was a neuroscientist». Пруст был нейроученым. Ну, как мы все понимаем, Пруст никаким нейроученым не был, а был гениальным писателем. Но и на эту тему можно было бы отдельную лекцию читать. Люди искусства, творцы, они умудряются некоторые открытия, причем фундаментальное открытие делать, не подозревая об этом, за десятки лет до того, как наука хотя бы смеет к этому приблизиться. Пруст является его романом, он не написал никогда ни одной научной статьи, это совершенно другая история. Он является учебником для тех, кто занимается памятью. Почему я эти пирожные Мадлен здесь изобразила? Потому что один из героев Пруста, вот этого произведения «В поисках утраченного времени», он в какой-то момент, а этот герой это Пруст и есть, он в какой-то момент в Париже, будучи взрослым человеком, попробовал эти пирожные Мадлен с чаем после десятков лет, которые прошли с того момента, когда он эти пирожные ел. Он жил в провинции французской, вот в Комбре, и его тетушка Леони пекла ему эти божественные пирожные. А потом пошла бурная жизнь, да, и он хотел, разумеется, из этой провинции вырваться и уехать в бурный мир, в Париж. Но с тех пор прошло много лет, он про эти пирожные не вспоминал, и когда он вот откусил это первое пирожное с чаем, то его память вспыхнула вся, и он вернулся в этот мир детства, который он тогда считал скучным, занудным, из которого надо бежать как можно скорее. А на самом деле, будучи взрослым, он считал, что это потерянный рай и стремился всегда туда. Я к чему это говорю? Это, можно сказать, последняя гуманитарная часть, которую я сказала, дальше будет другое. Наша память устроена парадоксальным образом, она устроена вовсе не так, как мы предполагаем, об этом я сейчас буду говорить, но она утыкана разными метками. Нам в ней надо как-то ориентироваться. Я вот из нашей среды хочу напомнить мальчика с пальчика, которого жестокие родители отвели в лес, но он камешки белые кидал для того, чтобы мочь обратно вернуться. Вот наша память, наш мозг, точнее говоря, он весь наполнен разными метками, которые позволяют нам ориентироваться и добираться до каких-то таких закоулков. Мы это то, что мы помним. Мы это то, как мы себя идентифицируем. Нужно иметь в виду, что мы имеем дело сразу с разными шкалами. Есть объективные шкалы времени, что сейчас 2012 год, что на планете происходило то-то и то-то, сейчас происходят такие-то события. Но есть еще то, наши личные шкалы. Мы способны удерживать индивидуальную временную ось. Сколько мне лет, что сегодня это сегодня, что мои планы на завтра такие-то, а позавчера было вот что. И мы способны, что, кстати говоря, совершенно непонятно, как происходит, удерживать себя, так сказать, образ себя, узнавать себя не только в зеркале, но и в метафорическом зеркале, несмотря на все происходящие события. Если взять фотографии наши собственные за многие годы, то это вообще все разные люди. Но дело даже не в внешних фотографиях, а люди очень меняются. Это просто другие личности. Как, тем не менее, удается личности самому себя как-то держать? Материальным выражением памяти является, конечно, изменение эффективности связи, как я здесь пишу, между элементами нейронной сети. Ну, во-первых, мы должны договориться, что мы будем памятью считать. Потому что, строго говоря, если вы каким-то рифленым башмаком на мокрый песок наступаете или на снег, то отпечаток этого является памятью. Но мы должны договориться, что вот мы сейчас от такого, или там отпечатки пальцев, ну, разные варианты есть. Но мы сейчас договариваемся, что мы разговариваем не об этом, а разговариваем о памяти вот в таком нейрофизиологическом смысле. Вот что очень важно понимать, и что не очевидно было еще совсем недавно, что память – это не библиотека, это не чулан с коробками или там банками, это вообще не хранилище чего-то, что уложено в какие-то емкости, понимаемые прямо или переносно. Это всегда процессы, более того, всегда новые, которые обеспечиваются миллионами разных клеток и всегда разных. Вот это неприятное сообщение. Вопрос о том, где что хранится, вообще неправильно поставлен. Так вопрос больше не ставят. Где хранятся там огурцы, где помидоры, где туфли, где книги? Нет в мозгу таких мест. Это распределенная сеть. И что еще очень важно сказать, что вот как известно, что в одну реку нельзя дважды войти, точно так же нельзя одинаково вспомнить никакую вещь. Каждое следующее вспоминание, даже не воспоминание, именно вспоминание, является новым процессом, потому что между ним и предыдущим вспоминанием уже жизнь шла. Но вот скажем, если я про этот момент, который сейчас идет, буду вспоминать завтра, то в него уже вложится этот зал, то там камеры, люди, которые подходили. То есть, если на компьютерный язык это все перевести, то если вы новую редакцию какого-то файла будете записывать под тем же именем, то все мы знаем, что произойдет, а именно сотрется предыдущий вариант и будет положен новый. Вот это оно. Я отдаю себе отчет, что я рассказываю в миллиард раз примитивнее, чем на самом деле есть. Но я хочу, в общем, я хочу, чтобы было понятно более-менее. Вот я уже сказала, что наше сознание и обеспечивающие его память организованы парадоксально. Но вот скажем, если мы вернемся к Прусту, то как бы я прокомментировала это. Вот мы знаем, что не ящики, мы знаем, что не библиотеки, и мы знаем, что там, если и есть логика, то какая-то очень особая логика. Не то, что все лежит вот по категориям или по каким-то таким кластерам специальным. Нет, это не так. Ну, вот я уже сказала, что творцы, это лучше формулируют, чем не творцы, художники. И вот гениальный Николай Васильевич Гоголь в «Ревизоре» написал следующую вещь, там одна дама, другой говорит, парадоксальную вещь. Она говорит, вот как же все говорят, что у меня глаза не карие? Как же не карие, когда я всегда гадаю на себя, как на трифовую даму? Математик в этот момент должен просто в обморок упасть, потому что здесь перевернуто вообще все. Или у того же Гоголя есть замечательная вещь, «Свинья, она потому свиньёй и названа», «Свинья, она свинья, потому свиньёй и названа». То есть тавтология такая замечательная. У нас в голове, вот в нашей этой огромной нейронной сети все может сочетаться совсем не так, как мы предполагаем. Вот предположим, мы будем заниматься тем, чтобы моделировать память, создавая искусственный интеллект. Ну так, условно говоря. Ну вот как мы, собственно говоря, можем эти метки там расставить? Вот как нам добраться, как этот искусственный интеллект, как модель, должен добираться информацией, которую он хочет оттуда вынуть? Что он, собственно, Горемыко должен делать? За что цепляться? Ну первая мысль, которая приходит в голову, если научно к этому подходить, это частотности. То есть, что чаще встречается, то я легче и выну. Скажем, стулья встречаются легче, чем синхрофазотроны. Значит, мне короче добраться до этих стульев. А как быть с этими пирожными Мадлен, которые ему встретились в последний раз, когда он был ребенком? Ну, достаточно было этому вкусу, и он еще пишет запаху миндаля, который присутствует в этих пирожных, достаточно было вот этой микродозе туда попасть, как у него огромные пласты памяти полезли, о чем целый роман. Нашей памятью занимается структура, которая носит название гиппокамп, и названа она так, потому что это слово создано из двух слов, как здесь написано, то есть от морского конька, от лошади до вот этого морского монстра. То есть посейдон на этой колеснице ездил. Вот так он выглядит. А вот так выглядит электронно-микроскопическая фотография нашей памяти. То есть не нашей памяти, а дело, которое памятью ведает. Вы могли бы меня здесь поймать за хвост и сказать, вы только что говорили, что память распределена. Ну вот с мозгом основные мои претензии к мозгу, как я часто говорю, как раз заключаются в том, что там одновременно вещи и имеют место жительства, то есть адреса. Ну скажем, восприятие речи находится тут, порождение речи. Вот я сейчас говорю, у меня активно вот эта вот зона. Если то, что сейчас вы видите на экране, будет нарушено, то память таки рухнет. Но справедливо и то, что я говорила до сих пор. То есть одновременно вещи и локализованы, у них есть дома, а одновременно они и не локализованы, то есть у них домов нет. Вот это такая неприятная история. Наш мозг способен к извлечению своего содержания и памяти, то есть из памяти и к порождению аналогов, к вынесению информации в социум и в культуру. Вот это одно из крупнейших таких прорывов человечества, потому что как-то человечеству пришло в голову, что можно вынести информацию за пределы биологического субстрата, то есть чтобы она не погибла вместе с тем, в голове кого она находится. И это так называемая выносная память. Это все, что угодно. Это глиняные таблички, это папирусы, это книжки, видеотеки, музеи, ну и так далее. Интернет теперь, базы данных. Человеческих языков, которые для этого понадобились, для этого понадобились, их много. Это речь, математика, это музыка, между прочим, и на этом все не заканчивается список. И это инструменты для таких манипуляций, для строительства вот этой внешней среды. Вот эта внешняя память, это похоже наше, вот только наше, потому что, когда мы начинаем обсуждать, что общего у человека и других, населяющих эту планету, существ, то количество, вот список этих уникальных вещей, он, надо сказать, все время уменьшается. Вот за что ты не возьмись, оно там через короткое время исчезает, как наша уникальная способность. Ну вот про это-то уж точно известно, что внешняя память, то есть хранить информацию вне мозга, это то, что наше, и это то, за счет чего мощнейшая и стремительно нарастающая по скорости социальная эволюция нам и предъявляет. Посмотрите, какой скоростью это идет. Это просто даже на наших глазах, то есть если сравнивать с биологическими темпами, то это вообще вопрос закрыт, а если говорить даже о культуре, как таковой, то и посмотрите, буквально проходит там три месяца, новый iPad появляется, и в общем растет это. Как с этим справиться? Другой вопрос. Мы являемся символическим видом. Дерево изображает, как языки начали ветвиться, карта это изображает, как мы из Африки двигались по миру. Это все на самом деле гораздо более сложная история, нежели то, что вы видите на экране, потому что разные точки зрения на все есть. Например, моногенез или полигенез. То есть, и это касается как происхождения языка, нашей главной особенности, так и происхождения человека как такового, а именно, что все родилось в каком-то одном месте, а потом пошло бродить, или пошли ветвиться эти языки, или это полигенез. То есть, параллельно вещи могли происходить. Ну вот будет лекция про Денисовского человека. Я не хочу на эту территорию сейчас заезжать, но мне самой как-то очень это, я бы даже сказала жутко. Представьте себе, было время, когда были уже разные хомо. То есть, одни более развитые, другие менее развитые, одни потом исчезли без следа. Ну, вы помните историю с неандертальцем, мне даже жалко их, потому что они то нам были совсем не родственники, потом оказалось, что они нам не родственники, а бастарды какие-то, такая тупиковая ветвь, никуда не идущая. Теперь они нам опять родственники. Ну, факт есть факт, что некоторые хомо исчезли, ничего не осталось, мы победили. Ну, были ли неандертальцы вот таким символическим видом? Я здесь помещаю книжку, которую уже некоторое время. Это Терренс Дикон, замечательный ученый, который написал книгу «The Symbolic Species», то есть символический вид, это про нас. Ну, речь идет о том, что когда выясняют, человек или не человек, то, как правило, дело выходит даже не столько в геном, потому что где здесь границу-то проведешь, сколько в культуру. Считается, что те существа, у которых есть ритуалы, у которых есть какое-то символическое поведение. Ну, язык был или не был, мы просто даже не можем начинать эту тему. Сейчас это требует серьезного разговора. Были ли неандертальцы людьми, так сказать, на полную катушку? Вообще-то говоря, в том, что археологи находят, есть украшения, есть признаки того, что уже какие-то ритуалы были. Если это так, то это люди, полноценные люди, тем более страшно думать. Мы знаем, что примерно 75-50 тысяч лет назад, я не буду все прочитывать, вы сами можете прочесть, был почему-то такой взрыв, когнитивный взрыв даже говорят. Есть признаки того, что появилось многоэтапное планирование, цепочки логических операций. Люди, антропологи, которые занимаются такими вещами, говорят, что игра играла, извините за тавтологию, большую роль в развитии человека, как человека, и в том числе и его языка. Но игра не в том смысле, что друг за другом бегать, а игра на основе конвенциональных правил. То есть мы договариваемся, ты будешь такой-то и делать то-то, а я такой-то и делать то-то. И это основа коммуникации и социального поведения. Нужно иметь в виду, что и музыка, что, опять же, отдельная очень интересная тема, потому что непонятно, что это такое, она возникла довольно рано. Есть свидетельства того, что вы видите на экране, то есть плейты, если нашим языком говорить. А зачем это? Почему стали играть? Или почему стали петь? Что это такое? Просто не имею возможности обсуждать это. Музыку, как и язык, можно расписывать структурно. Вот здесь, ну вот синее и красное, это расписывание синтаксиса, а ноты также могут быть расписаны подобным образом. Это кусочек из Баха. И, кстати говоря, если залезать в мозговые механизмы, которые обеспечивают язык и музыку, то они очень близко расположены. То есть то, что, если вообще не сказать, что они совпадают, то есть то, что говорили там в 80-х годах, когда была, годах, когда была мода на правое и левое полушария, что язык здесь, а музыка здесь, забыли, этого нету. Вот. И сложные музыкальные конструкции обрабатываются примерно теми же частями мозга, что и сложный синтаксис. Но это требует, я повторяю, другого. Вообще музыкальный инструмент, мне кажется, хорошей метафорой. Я бы сравнила наш мозг вот с таким мощным музыкальным инструментом. Но даже если нам повезло, и нам от бабушек и дедушек достался замечательный музыкальный инструмент, стейнвей, то все равно на нем нужно учиться играть. Конечно, против генетики не пойдешь. Может повезти и хороший мозг, а может не повезти и плохой. Но даже если хороший, его надо обучать. Поэтому мы отдаем детей в хорошие школы, потом в хорошие университеты. И вот то, что я своим студентам все время говорю, если вы хотите, чтобы ваш мозг хорошо функционировал, он должен работать. Мозг не должен читать журнал «Лиза». Мозг не должен заниматься такое совершенное, лучшее и сложнейшее из всего, что в этой вселенной. По крайней мере, мы знаем, как мозг. Нельзя использовать так, как в известном романе «Принцы нища» использовалась королевская печать. Нельзя королевской печатью колоть орехи. То есть можно, но глупо очень. На самом деле, выглядит это примерно так. Это не картинка, нарисованная карандашом или пером. Это реальная магнитно-резонансная фотография путей, которые в мозге действуют, когда выполняется какая-то задача. Я просто хочу показать, как теперь это выглядит. И также хочу немножко попугать. Даже сегодня, когда речь шла об интернете и звучали эти дикие цифры все, это все пустяки по сравнению с тем, что в голове каждого из вас. У нас примерно триллион нейронов в мозгу, и все они связаны один с другим. Это сложнейшая нейронная сеть вот с такими кошмарными величинами. Это квадриллион синаптических соединений. Мы проиграли игру по скоростям компьютерам. Суперкомпьютеры, мощность которых чуть ли не удваивается каждые три месяца, как мы знаем. Это величины, которые нас опережают во многие миллионы раз, и скоро это миллиарды будут. В общем, в эту игру мы больше не играем. При этом что-то не видно, никакого компьютера, чтобы он был Моцартом, Бетховеном, Пушкиным, или Шекспиром. И здесь дело не в том, что нужно еще больше скорость, а дело в том, что мозг иначе организован. Возможно, мозг вообще пользуется другой математикой, об этом всерьез говорят. То есть у нас нет лучшего кандидата, ну если не говорить о таких художественных вещах, как Стейнвей, нет лучшего кандидата, кроме как компьютер. Ну как бы компьютерная метафора по отношению к мозгу, это самая такая распространенная. Да, компьютер-то компьютер, но, похоже, совсем другой. То есть не тот, с которым мы имеем дело. Если вытянуть в одну нитку нейроны с их связями, то получится вот то, что вы видите на экране, и это убивает. 68 раз облететь Землю можно, и 7 раз летать на Луну. Когда растет мозг, то посмотрите, с какой скоростью в нем образуются нейроны. Вот я отвлекусь на секунду и скажу, ссылаясь в частности на Константина Владимировича Анохина, моего коллегу и друга, который в прошлом году здесь выступал. Вообще все усилия эволюции, вот все усилия эволюции, от начала того, про что мы сегодня слышали, и до того, о чем я говорю, все направлены были в одну только сторону, для создания сложного мозга. то есть эволюция на Земле, это нейроэволюция в итоге. Встает вопрос, на который я не могу не только ответить, но даже нет времени обсуждать это. А собственно почему? Ну вот зачем Вселенной нужен мозг, который порождает сознание? Зачем нужно что-то, что является зеркалом для Вселенной? Вот опять-таки, как я студентам говорю, электроны знают, как им вращаться, по каким там орбитам, и планеты знают, и таблица Менделеева без нас отлично работает. Собственно говоря, кто должен это читать-то? Вот кому понадобилось, чтобы появилось вот такое вот сложное, которое законы природы открывает? Это я вам на ночь, так сказать, задание. Это тоже электронные фотографии вот некоторых клеток, просто хочу показать, как это замечательно выглядит. Это не рисунки, это реальные клетки. И даже такие, вот сейчас есть Blue Brain Project, это проект, изучающий мозг огромного размера и бюджета. И вот здесь, видите, даже написано поцелуй клеток разных. Опять-таки, реальные клетки. Наш мозг порождает сознание и творит миры. Зачем оно порождает? Вообще, что такое сознание? Мы сейчас к этому перейдем. А главный, ну, один из главных вопросов, а кто, собственно говоря, читает эти тексты? Вот нейронная сеть порождает, ну, тексты не в бумажном смысле, а как некоторую информационную продукцию. Кто ее читает? Уж я не говорю о том, кто ее пишет. Я очень жалею, что не я автор этого, а такой американский профессор, к сожалению, несколько лет назад умерший, который работал в команде нобелевского лауреата Роджера Спери, его фамилия этого человека, профессор Богин. И он сказал, сознание изучать, мол, пустое дело, про него вообще ничего сказать нельзя, потому что увидеть сознание мы не можем никаким образом. Сознание, он говорил, это как ветер, мы можем увидеть только результаты его деятельности. То есть, крыши снесло, там, цунами все испортило, а ветер-то кто-нибудь видел? Никто его не видел никогда и не увидит более того. Есть еще неприятная вещь, подсознание, мы тоже видим только результаты. Как мы, собственно говоря, можем, как до него добраться-то? Что мы должны увидеть, чтобы мы сказали, вот это и есть сознание? Потому что я всегда отобьюсь. Я скажу, здесь была, здесь память, здесь внимание, здесь двигательная активность, здесь ассоциация. Я всегда отобьюсь. Я никогда, вы не сможете мне доказать, что то, что я вижу это сознание. Но взгляды на проблему сознания очень разные. Ну, конечно, вы понимаете, за одну короткую лекцию невозможно это рассказать. Я вас просто покажу, где искать. Работы вот отечественных ученых, в первую очередь, Ликтовского, Дубровского, отчасти Аллахвердова, просто нужно их взять читать. Это опубликовано все. Но есть некоторые такие кластеры основных мнений про сознание. Вот скажем, Эдельман, нобелевский лауреат, он считает, что сознание происходит на уровне активности больших популяций нейронов. То есть, вот когда собрались там нейроны, вот они вместе действуют, порождают сознание. Есть точка зрения, что это на уровне специальных, специфичных нейрональных связей. То есть, не везде может возникнуть. Есть точка зрения, что на уровне взаимоотношения организма со средой. То есть, не в самом мозгу, а только когда этот мозг с чем-то связан. Это серьезные люди, поэтому это не то, что это не на кухне сказано. Пенроуз, космолог, математик, ну, знаете, наверное, на русском языке есть много книг его. Он говорит, это у сознания алгоритмический характер, и у него есть физическая природа. Это очень такой неприятный и трудный пункт, потому что процессы, связанные с сознанием, не сводятся к физическому миру. Вот я, опять-таки, это трудно обсуждать, но попробую как-то сказать. Они как бы параллельно лежат. Вот сознание с сознанием, а информация, которую мы получим, хоть на каких хотите, самых дорогих и лучших приборов, не является объяснением или даже как-то сопоставлением, кроме как по времени, что ненадежно, с реальными процессами сознания. Есть даже точка зрения, что сознание функционирует на квантовом уровне. Некоторые прямо говорят, это квантовые скачки. Ну, уж тут я даже комментировать не буду. Ну, и так далее. Не будем время терять. Разговор идет о том, что есть когнитивные нейроны. Вот это для меня, например, очень такая неприятная точка зрения, потому что есть нейроны, которые отвечают за очень сложные функции, например, за узнавание конкретных людей. Ну, это долгие годы идет разговор про то, что есть нейроны бабушки, это как бы так в кавычках называется нейроны, которые отвечают, бабушка узнает. Есть нейроны, которые узнают, там, я не знаю, Обаму, голливудских звезд и так далее. У меня к этому претензии очень большие, потому что и бесконечно у нас споры на эту тему идут в профессиональной среде, потому что если действительно есть такие нейроны, тогда я хочу знать, что делают эти там триллионы бездельников остальных в мозгу. если каждый один делает работу всего мозга, ну, не будем. А вот как насчет свободы воли? Если мозг так все умеет сам, если гены так много всего содержат уже, то это свобода воли чья? Сети или наша? То есть где здесь личность? Куда она девается? Генетический план, как мы против него будем действовать или не действовать? Границы пластичности мозга, то есть обучаемости. Это я просто маркирую некоторые темы, понимаете, что это невозможно. А роль научения в будущих эволюционных процессах, например, в последнее время очень в хорошем смысле слова модно является идея эпигенеза, то есть то, что вы выучиваете, в широком смысле выучиваете, то, как вы развиваетесь уже будучи сформировавшимся существом или личностью, имеет обратный эффект на дальнейшее генетическое развитие, но вы понимаете, что я не могу на этом останавливаться. Есть вот какая неприятность, ее сформулировал академик Лекторский, мозг находится в мире, а мир находится в мозгу, тут есть о чем подумать, вот что это вообще, как нам быть? Есть такая вещь, как субъективные состояния, они носят название научно по-латыни, они называются квалио, то есть это одно дело, звуковые или любые другие волны, которые через окна и двери, то есть через сенсорные системы поступают ко мне в мозг, их-то я могу измерить в децибелах, миллисекундах, ну что в чем, вот, но ощущения, которые у меня возникают к этому, имеют, так сказать, такое отношение, то есть они ими возможно вызваны, а возможно, кстати, и не вызваны, если, например, мы будем говорить о галлюцинации, предположим, вот они не вызваны ничем, порождаются эти ощущения, и все, они порождаются нейронными сетями, эти нейронные сети с очевидностью имеют какого-то адресата, который должен интерпретировать эти тексты, или хотя бы просто их читать, а кто этот адресат, то есть вообще кто кому пишет, я вспоминаю вчерашнюю лекцию, хочу напомнить, лекцию вашего ректора замечательного, хочу напомнить про кота Шрёдингера, который то ли жив, то ли мертв, вот я такую кружку нашла, где написано, разыскивается кот Шрёдингера, живой или мертвый, он нам любой подойдет, но мы помним, вот что, вот у меня такая карикатура здесь, это Алиса, а в ящике на ветке сидит чеширский кот, если помните, у которого отдельно улыбка, отдельно кот, вот, так вот этот чеширский кот, он, как здесь написано, становится еще страньше и страньше, если вы помните, опять же, текст Алисы, и он здесь говорит, возможно, я вообще Шрёдингерский кот, ну, а что тогда, как бы, вы не сможете про это узнать, если вы не заглянете в ящик, но дело в том, что, а дальше он говорит просто ха-ха-ха, потому что в тот момент, когда мы открываем этот ящик, мы, эта история пропадает, вся, то есть мы его видим либо мертвым, либо живым, а вот с этой бедой квантовая механика и вообще, вот, естественно, научный мир как-то от шока оправился, потому что это в 20-е годы, весь этот ужас начался, но нас все время успокаивали, что это все в микромире так, а к макромиру это не имеет никакого отношения, мол, живите спокойно, но я бы не сказала, что мы особенно спокойно живем, потому что, когда мы начинаем обсуждать проблемы, связанные с мозгом, то мы не можем исключить такой важнейший фактор, который играет и в квантовом мире, а именно роль наблюдателя. Во-первых, это наш мозг. Я имею в виду, что даже если я не сама свой мозг изучаю, а чей-то, все равно это человеческий мозг. Во-вторых, начав изучать, я внедряю ситуацию. Чем бы я, как бы я себя не ограничивала, приборно или правильно поставив опыт, тем не менее, я в этот момент включаюсь в ситуацию. То есть то, что сейчас обсуждается и в философии, и в естественных науках, и в гуманитарных науках, это вот что. Вот я думаю, именно на этой территории это будет понятно. Всегда традиционная наука находилась в зале, а то, что она изучает, находилась на сцене. А вот мы, вот здесь как бы оно свой мир идет, а мы оттуда на него смотрим. Закончилась. Эта игра закончилась. Мы находимся все в одном и том же помещении. То есть когда мы вошли на эту сцену, мы ее изменили. Поэтому что происходит на этой сцене или в коробке, где сидит чеширский или прямо-таки шрёдингеровский кот, мы не знаем. К мозгу это, я повторяю, отношение имеет. Сейчас я ускорюсь. Термин сознания используется как минимум в двух разных смыслах. как характеристика его наличия или отсутствия. То есть мы говорим, там есть ли сознание у животных или нет. То есть да-нет. Вот. И как определенные состояния. Ну вот перечислю кое-что. Значит, есть точка зрения, что сознанием обладает любое чувствующее, реагирующее существо. Мне не нравится эта точка зрения, потому что я не знаю, что с этим делать. Потому что тогда мы должны признать, что сознание есть у инфизории туфельки, что он у креветки, у рыбы, у кого угодно, даже у огурца. Потому что если я на огурец, скажем, налью уксуса, то хорошо ему не будет. Дальше. Состояние не во сне, некоторые говорят, и не в коме. Но тогда, а что во сне? Я не знаю, знаете вы или нет, но во сне происходит сложнейшая работа по организации как раз всего ментального пространства. То есть если мы сознание из сна убираем, то тогда, в общем, тут много вопросов встает. В гипнозе что происходит? Есть точка зрения, что сознание это осознание. Это получше, на мой взгляд. Но тогда мы должны признать, что у маленьких детей сознания нет. По крайней мере, довольно долго. И как быть, например, с высоко развитыми существами, но которые не говорят, и поэтому мы не можем знать, есть у них осознание или нет. Ну, скажем, дельфины, приматы, господи, даже коты, собаки, там вороны и так далее. То есть те, у кого сложная когнитивная деятельность, признанная, сложно доказанная, что с этим делать? Это трудные вещи. Есть также точка зрения, которая по-английски называется what is it? Это начало названия знаменитой статьи Нагеля, которая звучит так. What is it to be the bed? Каково это быть летучей мышью? То есть как бы как мы переместимся вот туда, как мир выглядит из мозга другого совсем существа, не человеческого. Ну, я хочу, ну, скажем, летучая мышь, которая, или дельфины, которые пользуются эхолокацией, или существа, которые используют магнитные поля не так, как мы, или свет ультрафиолетовый, или там, ну и так далее. В этом смысле я бы сказала, что изучение того, что может быть в голове у наших собратьев по планете, ничем не менее сложная задача, чем мысли о том, как будут выглядеть инопланетные существа, если, не дай бог, с ними мы столкнемся, и как мы с ними будем разговаривать. Попробуйте поговорить с котом, а еще лучше с комаром. Так что субъективная реальность, вот эта квалия, это центральная проблема вот всей истории, про которую я говорю, сегодня, эволюция закрепляла способность вот это вот, это называется впечатление от первого лица, first person experience, то есть как именно я вижу мир. В этом смысле даже не обязательно обращаться к котам или собакам, а каждый из нас этот мир видит иначе, и у нас нет способа проникнуть, у нас есть одно только, а это язык, который нам дает кое-что. Мозг, я хочу заметить, несмотря на все эти кошмарные цифры, которые я показывала, это не сумма миллиардов нейронов и их связей, то есть это она, но плюс индивидуальный опыт, потому что если этот сложнейший инструмент, который нам в наследство достался от всех предыдущих видов, если его поместить в ситуацию, когда он не будет получать сенсорный input, то есть информацию, по-человечески, если говорить, из внешнего мира, то ничего не выйдет. Мозг не может жить в темноте, это тоже цитата из названия одной из работ, если нет входа, если мозг не общается с внешним миром, то он гибнет, как когнитивный инструмент. Наше восприятие активно, мы активно извлекаем знания и конструируем мир. Это не то, что мир такой, а мы уж как можем списываем, мы прикладываем на мир, накладываем на мир свои схемы. У нас такой мозг, поэтому мир для нас таков. Вот это очень важная вещь, для нас таков. Он не таков, для других, причем эти другие, это могут быть люди, это не обязательно другие существа, других биологических видов. Разные существа, как я уже сказала, делают это по-разному. и каково это быть летучей мышью, мы можем, конечно, художественные произведения на эту тему писать, но на самом деле узнать мы это не можем. Это закрытые системы. Похоже, что у нас есть такое свойство, по крайней мере, вся культура нас этому учит, как свобода воли. Человек это тот, который все-таки сам принимает решения. Но, не имея возможности из-за времени вам это описывать, у нас есть довольно большое количество экспериментальных данных, которые портят нам весь праздник. Похоже, что нейронная сеть обладает очень большими возможностями, которые она не упускает использовать. Есть даже такие точки зрения, научные, это описано, что мозг посылает вам дополнительный сигнал, и этот сигнал говорит, не волнуйся, ты все решил сам. Сделал сам все, живи спокойно дальше. Если это так, это неприятная для нас ситуация в высшей степени. Вот, как мы предположим, если мы поставим вопрос так, вот, предположим, перед нами сидит, или там стоит робот очень высокого класса, который все, гипотетически возможный робот, который точно как мы, ну, абсолютно точно, и по когнитивным эмоциям, все у него есть, но только мы знаем, что он робот, заранее знаем. Вот есть ли у нас какие-нибудь признаки, по которым, в случае, если мы не знаем, мы можем отличить живого человека от робота, или зомби, это философское понятие, на эту примерно тему. То есть, такой, как мы, только без сознания, а ведет себя так, как будто у него есть сознание и свобода воли. Отвечаю на этот вопрос, никак. Никак, мы не можем отвечать, нету признаков. Человек с сознанием не рождается, он, это сознание растет под влиянием как внутренних процессов, то есть, генетика, там заложено много всего, и это развивается во времени, это не то, что в момент рождения, это и потом будет, а также внешних воздействий. У нас есть одно очень хорошее умение, и это умение называется человеческий язык. Я хочу обратить на это внимание, потому что об этом как-то мало думают, обычно филологические вещи или даже лингвистические вещи, это как бы дело лингвистов, вот они там возятся со своими творительными падежами, на самом деле это имеет отношение ко всем. Вот представьте себе, каждую миллисекунду, я даже пи, а нет, извините, не буду сюда, да что ж такое. Каждую миллисекунду к нам на сенсорные системы поступает огромное количество хаотической информации. Волны всякие разные идут, и слух, и зрение, все бомбардируется внешним миром. Единственное спасение от этого хаоса как-то спастись, это как-то его расклассифицировать. В данном случае у нас есть возможность это сделать с помощью языка. Мы понимаем, что есть огурцы разные, есть маленькие корнюшоны, большие, длинные, гнилые, с пупырышками, маринованные, соленые, там разное есть, но они все называются словом огурец, слава тебе Господи, потому что иначе бы нам пришлось каждый из этих огурцов называть как-то и как их свести. у нас в голове есть что-то, что способно к образованию концептов в этом смысле, то есть классифицировать мир. У нас Господь всемогущ был и был и есть, и я имею ввиду, и Он нам такую способность дал, то есть мы можем это на какие-то коробочки, нас самих не устраивают эти коробочки, но они все-таки есть, мы как-то раскладываем это и называем, поэтому, когда я встречаю какой-то объект, который я не знаю что такое, ну скажем, сейчас там все знают, что такое фейхуа или там passion fruit, но когда-то не знали, но я понятия не имею, что это за штука, я говорю, не знаю, что это такое, но похоже на сливу, к примеру, то есть я свожу это к каким-то знакомым мне вещам, и это способность к аналогическому, кстати говоря, и метафорическому мышлению. Если мы будем двигаться в сторону, как же это, как это моделировать, или даже еще хуже, как создавать искусственный интеллект, то вот здесь написано, здесь есть два варианта отношения к искусственному интеллекту. Слабая форма weak artificial cognition в данном случае, или strong artificial cognition. Weak это некое подобие человеческого сознания и когнитивных процессов. С этим еще как-то смириться можно. А вот если мы настолько безумны, по крайней мере, я так считаю, что мы хотим strong variant, а именно искусственный интеллект, который по-настоящему обладает сознанием, я думаю, тут нам крышка. Честно говоря, я думаю именно так. Потому что вообразите себе на секунду, что появляется искусственный интеллект, который, я повторяю, мощнее нашего по скоростям. Ну, мы теоретическую ситуацию разберем, а теперь еще и не только по скоростям, то есть всем хорош, только мощней. Более того, у него есть я, у него есть осознание, что это он. У него есть эмоции, но это еще ладно. У него есть цели и планы. Вот если у него есть цели и полагания, тогда я что-то не вижу нам места в этом мире. Потому что у него могут быть свои цели, и мы туда можем не вписаться. Вот я, кстати, задавала вопрос вот первому лектору, но не публично, поскольку времени не было, а в промежутке. мыслима вполне ситуация, когда искусственный интеллект разобьется до такой степени, что решит вырубить наш информационный мир. Возможно ли это? Вот мы слушали первую лекцию, значит, для этого нужно что? Хабы все разрушить. Ну, он разрушит. Ну, и что будем делать? То есть это же возможная ситуация, и она, по-моему, вполне реальна, потому что это вопрос в данном случае как раз мощностей и скоростей. Тут даже целеполагания особенного не нужно. Просто взял и выключил все, но это так, для веселья. Если мы все-таки, повторяю, безумные и хотим создать антропоморфный искусственный разум, то эти попытки будут неминуемо провальны, и, кстати говоря, это вовсе не общее принятое положение, хотя, я думаю, очень важное. Если в алгоритмы не будут заложены знания о принципах организации человеческих языков, язык это не десерт, понимаете, язык это не что-то, что может быть, что может не быть. Язык это главное свойство человека как биологического вида. Серьезные люди прямо пишут, это биологическая подпись человека. Человек это не тот, который на двух ногах и так далее, потому что страусы на двух ногах, петухи, кенгуру, наконец. Человек это тот, у которого язык. Вы можете сказать, нет живых существ, у которых нет языка. Вы будете правы. И у инфазории туфельки есть язык, потому что химический, к примеру. Но мы говорим о другом, а именно о языке такой степени сложности организации, какая есть у нас, но только я про это ни секунды больше говорить не могу. Это особое умение. Он не просто сложнее, чем все, чем обладают другие биологические виды. Он иначе устроен. Ну, и, это я уже сказала, не буду, не стоит недооценивать язык как ключ к мозгу. Вот что я хочу сказать. Потому что язык именно нам говорит, а у меня есть вот такие коробочки. То есть, я бы даже сказала, вот то, что здесь в конце написано, с его помощью, это мне недавно в голову пришло, не знаю, может, я отрекусь, с его помощью мозг с нами разговаривает. А каким образом, собственно, мозгу с нами поговорить? От того, что мы будем записывать эти бесконечные тысячи миллионов кривых, которые современная аппаратура может записать, магнитные резонансы, позитронно-эмиссионные томографы, магнитные энцефалографы, я знаю, я сама с этим работаю, это, конечно, абсолютно замечательно. Но ведь еще расшифровать это нужно. Фокус в том, что мы можем эти мешки с этими данными собирать, а прочесть-то их как? То есть мы их можем тасовать и картинки рисовать, это другой вопрос. А мозг нам говорит, у меня есть объекты, у меня есть процессы, вот как я разбираюсь с временем. То есть это все-таки какая-то такая небольшая надежда. Что я хочу сказать? Вот вчера был ужас, мы испытали, когда студенты, причем это лучшие студенты были, вот что испугало нас всех. Не узнавали портреты знаменитых писателей, поэтов, я надеюсь, все узнали, что это Эммануэл Кант. На мой так вкус лучший философ Земли за все время. Кант нам что говорит? Мы на звездное небо над головой должны смотреть и на внутренний, на нравственный закон внутри нас. Почему я этим заканчиваю? Это мой последний слайд. Почему я этим заканчиваю? Потому что нам всем понятно, остановить науку невозможно. Опять же, мы и в кулуарах про это говорили, ножом можно резать хлеб, а можно человека. Атом может служить так, но не хочу банальности говорить, это всем известно. Вы помните, что в 2010 году Вентер создал новую жизнь, то есть он внедрил компьютерную информацию в реальную живую клетку. И тогда Нью-Йорк Таймс написала, это было 20 мая 2010 года, Нью-Йорк Таймс тогда написала, это жизнь, но которую мы не знаем, то есть это принципиально другая жизнь, это жизнь, у которой генетическая информация создана компьютером. То есть отцы-мать этого существа, которое было названо Синтия, оно компьютер. Мы все время, человечество все время играет с опасными вещами, но это уже совсем опасно, потому что геномика, вы только не сочтите, что я ретроградка такая, считаю, что этого не надо ничего. Разумеется, надо, но возрастает ответственность нас, если мы не хотим вообще, чтобы эта планета осталась только геологической, или уж по крайней мере без антропоидов, то мы должны отдавать себя отчет, что это опасности есть. Но скажем, геном, индивидуальный геном, он, вот академик Скрябин говорит, что к Новому году это примерно будет стоить тысячу долларов расшифровка индивидуального генома. Когда у открывателей одного из открывателей ДНК, он был первый человек, Уотсон, геном которого был расшифрован, это тогда стоило миллион. То есть это стремительно дешевеет, и это замечательно в том смысле, что если есть наследственные болезни, то можно это там подкрутить. Надо забывать только, что это одна и та же отвертка. А той же отверточкой, которой можно Альцгеймера вынуть из генома, той же можно и много чего другого сделать. Вот. И поэтому, собственно, я заканчиваю не на пессимистической такой ноте, а на призыве к тому, чтобы мы все-таки не забывались, а такую внутреннюю ответственность имели за то, что происходит. согласитесь, что информация, которую получит кто-то, кто внедрится в ваш личный геном, несопоставима ни с каким хакерством в Пентагон, там, или вскрытием ваших банковских счетов. Это просто опасная вещь. Ну, ладно, в общем, вспоминаем Канта. Спасибо. 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 Спасибо вам большое. Спасибо, да. Если есть вопросы... Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Если ответы, вот что интересно. Желающие задать вопросы, подходите к микрофону, пожалуйста. Какие же тут вопросы, когда ответов нет? Все понятно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok